Это Иоанна, 17 глава, стихи с 6 по 26. Пусть Господь, Дух Святой, направит нас, чтобы мы с вами могли поразуметь Слово Божие. Я открыл имя Твое Человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которые Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое. И Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А Я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду. И это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира сего. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. Из-за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих Меня послужу их. Да будут все едино, как Ты, Отче во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершенного едино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и они познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет. И Я в них. Аминь. Давайте благословим друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Мы благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту пустынную землю, которую Бог дал нам в наследии. Благословите. Также друг друга. Вы тот человек, который находится в любви к Божьей. Верите ли в это? Сегодня через Слово Божье, которое мы читали, мы с Вами можем убедиться, удостовериться в том, что мы с Вами те люди, которые находимся в любви к Божьей. И благословляю Вас, чтобы Вы наслаждались этим благословением, благословением спасения. Люди, мы с Вами те люди, которые уже находимся в спасении. И мы с Вами те люди, которые по-настоящему могут наслаждаться благословением молитвы. В действительности, мы являемся теми людьми, и только теми людьми, которые по-настоящему могут молиться. Потому что люди, которые не уверовали в Иисуса Христа, которые не восстановили отношения с Богом, то, что мы говорим, они молятся, и эта молитва, это не есть по-настоящему настоящая молитва, истинная молитва, так как они обращают свою молитву не к истинному Богу. Поэтому, конечно же, слово оно одинаково звучит, молитва, молитва и то, и то, но настоящая молитва, это молитва во имя Иисуса Христа, через Иисуса Христа. И эта молитва, это есть не просто прошение о чём-то. Это не просто, когда мы можем сказать, любая религия, в любой религии, любого человека возьми, они молятся практически одно и то же, либо же о здоровье, либо же о деньгах, либо же об успехе. И это есть своего рода религиозная молитва. Но что мы видим в Евангелии, то, что когда мы молимся не об этом, не о том, что есть, что пить, во что одеться, а молимся, ища воли Божьей, то все остальные ответы, они приходят в нашу жизнь. И молитва — это то, что действительно несёт спасение, то, что несёт исцеление, то, что даёт силу людям. Потому что это есть молитва, это есть общение с Богом, это есть наполнение Духом Божьим. Потому что это и есть то, что мы с вами смотрели, сможем найти в бытие 2 главе 7 стихе. Там сказано, что Бог вдохнул дыхание жизни в человека, и человек стал душою живою. Духом Животворящим Бог наполнил человека. Так и сейчас, через молитву, мы с вами каждый день должны испытывать это в своей жизни. Каждый день наполняться Духом Божьим, чтобы быть душою живою, чтобы быть душою, наполненную плодами Духа Святого, любовью, благостью, милостью, радостью, долготерпением. Поэтому и Иисус сказал, «Вы примите силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, когда наполнитесь Духом Святым». И мы видим книгу «Деяния апостолов». В каких бы ситуациях они не оказывались, в каких бы обстоятельствах они не были, какие бы гонения на них не оказывались, мы видим, что происходило действие завоевания мест действий. Царство Божье сходило на те места, где находились ученики, где находились апостолы, и никто не мог остановить это проповедование, никто не смог остановить то, что это Слово распространялось, переходило из сердца в сердце, из души в душу, и оживотворяло людей. Поэтому нам с вами также необходимо, как и Первопостольская Церковь, наслаждаться благословением Эдемского Сада. Посмотрите, 2 глава, 18 стих, и 2 глава вся эта, также говорится о тех благословениях, которые следуют тому, что следует завету, тому завету, который Бог утвердил с человеком. И в чем этот смысл завета заключается? В том, что мы с вами являемся образом Божьим, что мы являемся духовными существами, что мы сотворены не просто духовными существами, а не просто физическими существами, но мы являемся уникальным творением Божьим, которое в себе соединяет и духовное, и физическое. И поэтому мы с вами те, через которых духовное благословение приходят в этот мир. И поэтому мы с вами наслаждаемся, духовным благословением мы с вами наслаждаемся тем, что нашим фоном, духовным фоном является Божий престол, является Божье царство. И Божье царство это не то, что куда мы пойдем после смерти, Божье царство это то, чем мы наслаждаемся, можем наслаждаться каждый день, потому что это и помощь ангелов нам, это и мудрость, это и благословение мира, покоя и радости, которые мы можем испытывать в нашем сердце. Это также и сила, которую, власть, которую нам дали, чтобы мы могли сокрушать силы тьмы. Вот это все то, что это и есть благословение Царства Божьего, которое мы можем наслаждаться. Это также и благословение, благодаря которому мы можем превзойти время и пространство. Вот в этом, внутри этого ответа, внутри этого всего ответа, которое мы получаем, и совершается проповедование по-настоящему. Бог открывает двери, проповедование дает встречи с людьми, и вот это все и есть то, что происходит в нашей жизни, то, что происходит естественно. То, что происходит вот таким вот образом, который мы видим как мы и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, особенно в жизни первоапостольской Церкви, мы видим, что ответы, которых не было прежде, и ответы, которые не повторятся в будущем, приходили в жизнь отдельных личностей, приходили в жизнь церквей, и точно так же и мы с вами. они были такие же люди, как и мы, но в чем их была особенность, это то, что они наслаждались тем, что Бог приходит вместе с ними. они также наслаждались силой, которая приходит духовной силой. И поэтому получались, что в Войжизни приходили такие ответы, так как так и нам необходимо с вами иметь время общения с Богом. Если нет, то мы не будем обретать силу духовную, и тогда мы будем следовать воле-неволе, мы будем следовать физическому, мы будем следовать всему тому, что в этом мире будем в погоне за тем же, чем и люди, все остальные люди, которые пока еще не знают Бога, и поэтому у них нет как бы и другого выбора даже, потому что они другого и не видят, и не знают. Но мы-то имеем уже ответ, поэтому нам необходимо наслаждаться благословениями, которые уже у нас есть, чтобы не служить таким образом миру и не служить дьяволу. Поэтому посмотрите Иосиф и его братья. Казалось бы, они в одной семье, казалось бы, израильский народ уже основа израильского народа и люди, которые верят в Бога, но посмотрите Иосифа и посмотрите его братьев. Иосиф, который понял, осознал завет, который Бог дал, что Бог призвал израильский народ для того, чтобы через них нести свет этому миру. Поэтому через Иосифа произошло оживотворение не только Израиля, не только спасение его братьев, его семьи, но и также оживотворение Египта и также и других стран и других народностей, когда пришел голод на землю. Также и Давид. Посмотрите, Давида, царь Давид. Почему он смог одолеть Голиафа? Конечно, мы можем сказать, он сколько тренировался, он знает, как специалистом стал по метанию врачей, но это не мастерство его только, это его духовная сила. Что сказал Голиаф? Он сказал, «Я иду и стою пред Тобою с именем Господа Саваофа, имя, которое ты проклинаешь именами богов своих. Поэтому не с мечом, не с копьем я иду против тебя. Я иду против тебя с именем Господа Саваофа». И мы видим в течение жизни Давида, он был не в каких-то таких легких или удобных обстоятельствах. В течение 13 лет он также был в гонениях. Царь Саул искал убить его и не было такой поддержки какой-то особенной у него от людей. Поэтому мы видим псалмы, которые описал Давид, что он наслаждался тем, что Бог пастырь его и он говорит «Я ни в чем не буду нуждаться». Думаете, он не нуждался ни в чем? Нуждался, конечно. Были моменты, когда еды не было, когда воды не было, когда еще чего-то не было. Но это не смущало его сердце. Проблема не становилась проблемой для него. Внутри проблемы и он, и Иосиф, они были способны выявить Божий ответ, Божий план, Божью волю. Поэтому не бойтесь проблем. Приходит проблема, в любом случае есть, у Бога есть ответ на эту проблему, у Бога есть план, как эту проблему превратить в благословение и для вас, и для людей, чтобы через эту проблему прославилось имя Божье. Как может прославиться имя Божье? Когда люди узнают о Боге, когда люди смогут уверовать в Иисуса Христа. Поэтому не бойтесь проблем, потому что с вами Бог, который сильнее всего. Поэтому, чтобы мы не боялись проблем, нам с вами необходимо находиться в духовном состоянии, то есть нам нужно иметь время молитвы, общения с Богом. И на прошлой неделе мы с вами, читая места из Писания и рассматривая, мы смотрели и видели, как, о чем Иисус молился. Мы видели, что Иисус, Он тогда молился о себе в отношении себя и также Он, мы видим, на что направлена была Его молитва. Она была направлена на то, чтобы прославить, прославилось имя Божье. И когда мы посмотрим уже сегодня, сегодняшнее местное списание, то мы увидим, что Иисус, Он уже сегодня, сегодняшняя молитва, которую мы читали, Он молился за учеников Своих. Поэтому в отношении Иисуса мы видим, о чем Он, когда мы, если посмотреть, молиться. Он молился, чтобы смотреть, искать только Бога и Царство Божье, чтобы искать того, что абсолютно ценное. И сегодня же, сегодня тема, которую мы смотрим, это Он молился за учеников, людей, которых Бог доверил, чтобы они оставались и находились в любви Божьей. и первое, что нам нужно с вами убедиться, в чем нам нужно утвердиться с вами, это то, что то спасение, которое мы уже с вами получили, не получим, не получаем, а мы уже получили. это дарованное нам спасение, оно неизменно. Это спасение, которое уже является окончательным, то есть тем, которое оно уже совершенное. Оно уже дано Богом, и оно не может быть изменено, потому что Бог, Он уже совершил, совершил и завершил план спасения. И никто не может это отменить, никто не может это изменить, потому что по закону, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Поэтому нам с вами необходимо наслаждаться этим. Посмотрите Ефесянам, первая глава, что говорится в этом стихе. Первая глава 3-4 стих там сказано, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Бог, Он еще когда увидел нас, когда Он нас предызбрал. Он избрал нас во Христе прежде создания мира. И что Он сделал? Он благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Поэтому действия спасения, план спасения был приготовлен Богом еще до сотворения мира. Почему так? Потому что Бог, Он зная все, Он предвидел все, что может случиться, то, что человек отойдет от Бога. Поэтому мы также с вами, когда что-то мы делаем, мы планируем разные варианты развития событий. И поэтому мы готовим план А, план Б. И, конечно же, нужно Бог точно так же и Бог подготовил закон, чтобы можно было предотвратить преступление. И если преступление есть, чтобы это преступление, которое может совершиться, было вынесено, было понесено наказание за это, либо же уплачена плата. И чтобы вот эта проблема, которая сейчас мы уже с вами имеем, проблема греха, чтобы проблема греха могла быть решена по закону. Поэтому действие спасения, которое Бог дал, это то спасение, которое совершилось. Посмотрите 17 глава, 9 стих, что говорит Иисус? Он говорит, что Он молится о людях. О каких людях Он молился? Во-первых, Он молился о учениках, которые, о тех людях, которых Бог доверил Ему. И дальше мы также видим, о ком Он молился, о тех, которые веруют по слову Иисусу. Поэтому конечно же, почему важна такая молитва? Потому что мы также видим, что Иисус в этой молитве признает. Он говорит, что Я молю о тех, которых Ты Мне дал. 10 главе 29 стихе Евангелия Теана там сказано, что никто не может похитить их из руки Божьей. Поэтому мы с вами те, которые принадлежат Богу. И мы с вами те, которых Бог доверил Иисусу Христу, как соработников, как служителей, которые совершают дело Божье на этой земле, которые провозглашают имя Иисуса Христа и поэтому дальше также сказано и в Римлян в 8 главе 35 стихе, что кто может нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе? Ничто не может нас отлучить. Поэтому давайте будем с вами уверены в том, что ни люди, ни какие-то наши поступки, ни какие-то обстоятельства или события, ничто не может нас отлучить. Почему? Потому что мы с вами уже не от этого мира. Мы с вами, уверовав в Иисуса Христа, приняв Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, мы уже с вами стали людьми Царствия Божьего. Поэтому мы не принадлежим этому миру. Поэтому мыслите о себе таким образом. Мыслите о себе как те люди, которые принадлежат Царству Божьему, которые являются народом Божьим. Царству Божьего. Поэтому мы с вами являемся уже с вами не рабами греха. И в ременном 16-18 стихе поэтому Павел и говорит благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали слугами праведности. Поэтому будучи служителями как бы рабами греха, рабами мира, будучи детьми дьявола по статусу, потому что не дети Божьи, соответственно, мы с вами не хотя даже жили по воле князя, господствующего в воздухе, и поэтому выполняли не желания Божьи, соответственно, а выполняли желания дьявола, не осознавая даже того. И поэтому сейчас же мы уже с вами являемся тем, всем принявшим его и верующим во имя его, мы с вами стали уже детьми Божьими. Поэтому люди, которые остаются под гнетом дьявола, которые еще не услышали Слово Божье, они не могут избежать тех проблем, тех проклятий, которые идут из поколения в поколение, в жизнь приходят. Поэтому естественно мы видим проблемы и трудности в этом мире, с которым сталкиваются люди и мы также можем от этого получать страдания определенные и проблемы приходить определенные в нашу жизнь, потому что мы же так вместе живем все. Но мы с вами являемся теми людьми, которые имеют силу, имеют благословение проблемы превратить от платформы в основу для благословений, потому что через нас Слово Божье распространяется в этом мире. И мы с вами уже совершенно освобождены от власти дьявола и от власти ада, потому что 2 глава 2 стих там сказано, что Дух Жизни, закон Духа Жизни во Христе Иисусе Он освободил нас от закона греха и смерти. Поэтому все те проклятия, все те проблемы, которые могли бы прийти в вашу жизнь. И в жизнь каждого из нас из-за наших грехов, из-за грехов наших предков мы с вами уже освобождены, потому что Иисус пришел для того, чтобы разрушить дело дьявола, для того, чтобы разрушить планы дьявола, для того, чтобы разрушить власть ада. Ад — это не просто место какое-то, где что-то горит огонь, где что-то еще. Ад — это не как физического места, это не то, что есть сейчас. Ад — это, как мы говорим, Царство Божье, это не физическое какое-то место. царство Божье, это когда мы говорим о принципах, законах духовных, то есть вот это мы говорим прежде всего Царство Божье. И когда мы говорим Царство Божье сходит, то это означает на этом месте люди, мир Божий, радость, любовь, благость — это вот это все то, что отображает Царство Божье, принципы и законы Царства Божьего. И поэтому мы с вами, наслаждаясь вот этими всеми благословениями, являемся теми людьми, которые уже не от мира сегодня, те люди, которые являются Божьими людьми. И посмотрите, что и говорит Иисус также, что они не от мира, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Поэтому нас с вами Бог оставил здесь не для того, чтобы нас как-то не знаю, проверить, протестировать, действительно ли мы достойны Царства Божьего, или действительно ли мы верные Богу. Не думайте даже таким образом, ведь Библия об этом не говорит, Писание не об этом говорит. Иисус говорит, сохрани их от зла. Почему? Потому что мы с вами те, которые попосланы служить Богу. Посмотрите, давайте откроем с вами Исайя 43, Исайя 43, глава 1 стих. Там сказано, ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. И посмотрите еще раз, сток говорит 2 стих, будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя, отдал Египет, Ихиопию, и Савейю за тебя. И здесь, что нам важно понять, Израиль и Яков, это не только говорится об израильском народе, который сейчас мы можем наблюдать, есть, это говорится о духовном Божьем народе, потому что все мы, все эти люди, которые не израильтяне, не иудеи по плоти, это те все эти люди, о которых говорилось и в Евангелии, Иисус говорил, что мы как ветви, которые прикреплены к дереву. То есть мы с вами все являемся уже потомками Авраама, как и Павел писал, потому что мы не по плоти, но по духу, мы с вами вошли в спасение, мы с вами уже являемся этим народом Божиим, который призван проповедовать Слово. Каждый из нас уже является с вами храмом Божиим. А если мы являемся храмом Божиим, храм Божий свят, то, что в 1 Коринфянам, 3 главе написано, «И этот храм, это мы с вами». Поэтому Бог никому не допустит, чтобы кто-то что-то сделал с храмом его. Поэтому, опять-таки, мы видим здесь, что говорится, не о физических каких-то строениях, не о физическом каком-то месте. прежде всего, это говорится о душе, о нас с вами, о людях, потому что мы с вами являемся храмом Божиим. И важно не просто физическое что-то, важно наши мысли, наши сердца, наши чувства. И вот то, что мы с вами получили, то, что мы с вами приняли, мы с вами, приняв Иисуса Христа, стали детьми Божьими. И это навечно, навсегда. Потому что, даже посмотрите, в отношении Адама и Евы, они, когда даже отреклись от Бога, Бог их не оставил, Он пришел, Он и восстановил завет с ними. Точно так же, даже, посмотрите, то есть, по сути, потерять спасение, это то, что является невозможным, только если отречься от Бога, отказаться от Бога. И то, даже мы видим и в отношении Соломона, и в отношении многих-многих людей, которые даже Павел, даже Петр отрекся от Иисуса Христа, но Иисус Христос пришел к нему. Поэтому нам с вами что необходимо делать? Нам с вами необходимо наслаждаться тем спасением, которое мы с вами уже имеем. Почему? Потому что 13 стих, смотрите, говорит Иисус, ныне же иду к тебе, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою, радость совершенную. Иисус желает, чтобы мы имели радость в нашем сердце, радость в душе. Посмотрите, также Луки, 15 глава, 7 стих, там сказано, сказывая вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Поэтому мы с вами те люди, те люди, о которых действительно радость на небе была. Почему? Потому что мы люди, которые приходим к Богу. И если через нас также кто-то узнает о Боге, приходит к Богу, то это действительно есть радость для Бога, это и есть радость. Поэтому нам с вами почему радость у нас может быть? Потому что нам не нужно переживать о спасении, не нужно переживать «Я что-то не так сделал, Бог больше меня не любит, и я уже получу какие-то неблагословения, проклятия». Поэтому также Исайя, посмотрите, 49-16 стих, там сказано, что «Вот я начертал тебя на ладонях моих». И видите, мы с вами люди, те люди, о которых Бог всегда думает, о которых Бог не забывает. И даже Давид тогда говорил, что «Дело мое не забыто пред тобою, имя мое ты помнишь». И это то, что мы с вами сколько бы нас не было людей, сколько бы тысячи, миллионов, миллиардов даже, те люди, которые уже вошли в спасение, мы пребываем всегда пред глазами Божьими. И поэтому мы с вами те люди, с которыми вместе Бог желает продолжать проповедование этого слова, провозглашать это слово, продолжать совершать спасение, дело спасения этого мира, провозглашать Царство Божье. Поэтому Бог, Он взял на Себя ответственность за нас. Мы с вами дети Божьи, поэтому Он взял на Себя ответственность за нашу жизнь. И вот в этом нам нужно с вами наслаждаться. Потому что нам по сути действительно не о чем и не нужно о чем-то переживать. Потому что переживание это не то, о чем Бог желает, чтобы Бог в наших сердцах было, потому что Он говорил, что не заботитесь ни о чем. Все заботы ваши возложите на Него, потому что Он печется о вас. И что нам необходимо с вами делать? Нам нужно сохранить Слово Божье в наших сердцах. И это второе, о чем молился Иисус. Он молился, чтобы мы могли сохранить Слово Божье в наших сердцах и чтобы мы могли соблюдать Слово Божье. Поэтому посмотрите также 17 глава 8 стих. Там что говорит Иисус? Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумили истину, что я ушел от тебя и уверовали, что ты послал меня. И что говорится, что слова, которые ты дал мне, я передал им. И посмотрите, давайте посмотрим также 14 стих сказано, я передал им Слово Твое. Поэтому то Слово, которое Бог дал нам, жизнь ученика это есть хранить Слово, которое Бог нам доверил. Хранить это Слово и жить по этому Слову. Шестой стих, посмотрите, там сказано, я открыл им имя Твое, тем, которых ты мне дал, и они сохранили Слово Твое. Посмотрите, на чем акцент ставится здесь, на том, чтобы принять Слово и быть людьми, которые хранят Слово в том, ценность нас как людей, что мы являемся детьми Божьими, что мы являемся теми, кто хранит Слово Божье в своих сердцах. Поэтому Слово Божье это и есть наш стандарт, наша мирила. Это все то, какое бы мы решение не принимали, что бы нам необходимо делать, то нам всегда нужно сверять это все со Словом Божьим. Посмотрите, Иисус Навин. Дальше 1 глава 8 стих, что сказано? Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Посмотрите, размышляй день и ночь, поучайся в ней день и ночь, размышляй над словом день и ночь. Тогда что сказано будет? Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот какой результат того, что мы храним Слово Божье в своем сердце. Мы становимся людьми, источниками благословения для других людей. И 1 Псалом 1 стих также говорит, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. И 2 стих говорит, что но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Поэтому так как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, так и сейчас нам что важно? Нам важно Слово Божье хранить в сердце своем. И тогда что? Тогда мы будем, как и в 3 стихе сказано, мы будем, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. То есть мы всегда будем людьми, которые вовремя будем делать все то, что необходимо делать и будем приносить плод. То есть дела рук наших будут благословением для нас и для других людей. Поэтому нам с вами, если мы будем действительно хранить Слово Божье в своем сердце, мы будем получать также и исцеление каких-то ран, которые в нашем сердце есть. Потому что мы будем обретать силу превосходить это все, прощать людей, также не получать раны. Поэтому как мы можем слово, какое слово нам необходимо с вами хранить в наших сердцах? римлянам 10 глава, 17 стих. О каком слове говорится? Здесь говорится, что «Итак, вера отслышания, а слышание от Слова Божьего, от Слова об Иисусе Христе». Поэтому нам с вами необходимо слушать Слово. Слово от Слова Божьего Слова об Иисусе Христе, Слова Христа. Это действие, которое происходит внутри нас, когда мы слушаем Слово Божье, размышляем над Словом Божьим и держим Слово Божье в своих сердцах, это действие духовное. Поэтому это не так легко изначально отследить как-то. Это не то, что сразу же как-то проявляется в моей жизни и на чувственном уровне или еще на чем-то. Но если в постоянстве это делать, мы увидим, какое изменение приходит и что исцеление приходит в нашу жизнь. И еще стих, который мы сегодня с вами читали, 17 глава, 25 стих, там говорится, что Бог, Он дает нам через Слово Своё, дает нам, открывает понимание понимание себя. И через Слово Божье, когда мы слушаем Слово Божье, когда мы читаем Слово Божье, мы как и Бога можем правильно познать, так мы можем познать, понять самих себя также. Потому что проблема является не только, когда мы не понимаем Бога, проблемой также является этот человек, когда он не понимает самого себя, Когда он не знает, кто я, когда он не знает, что внутри меня есть, когда он не знает, что действительно мое для меня, что важным в моей жизни является, что нет. То есть, когда в таком состоянии человек находится, в котором из-за этого приходят люди депрессии и нервозности и все, потому что не своей жизнью живет, не своим. Но поэтому нам с вами через Слово Божье мы можем восстановиться как образ Божий, мы сможем понять по-настоящему, что есть мое, что есть внутри меня, то, что мне нужно, и то, что мое, и то, что не нужно, то, что лишнее, то, что бремя мое отягощает меня. И поэтому вот это и есть Слово Истины, потому что вот это Слово, там сказано «Освяти их Истину Твою», потому что Слово Твое есть Истина. Вот это Истина, когда мы имеем Истину, и когда мы этой Истиной освящаемся, потому что Слово есть также Свет, мы сможем внутри себя увидеть, что что-то, что я храню внутри себя, это не то, что вообще мое, не то, что нужно мне. И у меня еще и появится и сила избавиться от этого, отдать это в руки Божьи. И я также смогу увидеть, что есть пустота внутри меня, и что мне нужно наполнить. Мне нужно наполниться миром, покоем, радостью, плодами Духа Святого. И это также приходит через размышления над Словом Божьим, через общение с Богом. Поэтому, как 26 стих сказано, «И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Бог желает, чтобы мы с вами имели покой, чтобы мы с вами не переживали, потому что Бог любит нас, потому что Он вместе с нами. И если Он нас любит, Он не будет нам делать зло. Он не будет допускать, чтобы зло навредило нам. Он тот, который заботится о нас. Он тот, который сохраняет нас, защищает нас. Который нас желает вести и направлять. Как Давид сказал в псалмах, «На злачное пажите Бог ведет меня». Что есть стандартом для меня, стандартом моего счастья? Может быть, для нас, когда мы смотрим глазами мира этого, это если у меня есть деньги, богатство, или же успех, либо же признание этого мира. Может быть, это, мы думаем, что это есть богатство, есть наше счастье, но по-настоящему счастьем это есть состояние спасения. И счастьем есть состояние, наш статус, дитя Божьего. Почему? Потому что внутри этого все есть. Что еще больше нужно нам, чем наслаждаться тем, что мы являемся детьми Божьими? Сколько бы лет нам не было, какие взрослые мы, или еще подростки, или уже, может быть, мы сами уже дедушки и бабушки. Нам с вами, поэтому важно вот это слово, потому что для Бога мы дети Его. И поэтому нам с вами через молитву нужно по-настоящему наслаждаться благодатью спасения, благословения меча до Божьего, продолжать размышлять, размышлять над этим. И в каждой проблеме через слово выявлять план Божий и ответы Божьи, чтобы слово действительно оживало внутри нас. Поэтому стандартом, пусть стандартом моего счастья будет то, что я являюсь чадом Божьим. И то, что пусть действительно на всех местах действия, на которых я нахожусь, через слово, каких бы проблем, что бы ни случилось, я чтобы мог испытать то, что Бог пребывает вместе со мной. И также мы с вами, те люди, которые являемся уже, находимся в любви к Богу, и чтобы мы могли...